Всем привет, друзья! В паре своих предыдущих роликов я рассказывал и показывал вам удивительные постройки из Лего. В первом были автомобильные шедевры, в числе которых была невероятная движимая копия Bugatti Charon, абсолютно вся построенная из кирпичиков конструктора. Во втором же выпуске были технологические шедевры, вроде абсолютной копии новейшего авиационного двигателя Rolls-Royce, в которой из Лего построены даже вращающиеся детали оригинала. Как видите, возможности конструктора не исчерпываются детскими замками и модельками, они намного шире. И в этом выпуске я предлагаю вашему вниманию еще одну пятерку удивительных творений из Лего. И да, здесь будут и автомобили. Поехали! Школьник из Калифорнии Шубхам Панерджи создал из Лего принтер, чтобы сделать мир чуточку лучше. Однако непростой. Он воссоздал принтер Брайля из популярного конструктора. Робот-принтер, названный юным изобретателем Брайга, способен выбрать букву алфавита и нанести ее в виде тактильных точек на рулоне бумаги. В качестве принтерной головки используются канцелярские кнопки. Обычный принтер Брайля, который печатает тексты для людей с нарушением зрения, стоит около 2000 долларов. Но почему бы не сделать что-то действительно доступное по цене, решил мальчик. В качестве механической и программной основы робота-принтера Брайга используется конструктор Лего Майнстормс EV3, стоимость которого в России составляет сегодня около 13 тысяч рублей. Таким образом, цена изобретения Шубхама около 350 долларов. Более того, его легко ремонтировать, просто заменяя детальки Лего в конструкции. Пока Брайга лишь рабочий прототип, но он наглядно показывает жизнеспособность модели. Сейчас он печатает по одной букве в строке, на которое уходит около 5 секунд, но Шубхам работает над улучшениями конструкции, которые позволят наносить целые страницы текста и делать это быстрее. Думаю, что у него непременно всё получится, так как интерес к проекту уже проявила компания Intel. В австралийском Мельбурне в прошлом году прошла презентация необычного седана Тойота, полноразмерной копии Камри, на которую ушло 500 тысяч кубиков Лего. Созданием машины занимался знаменитый в своих кругах Райан Макнаук, это он на фото. Райан является сертифицированным профессионалом в области построек моделей Лего. Во всём мире насчитывается всего 14 таких специалистов, а Макнаук является единственным, кто проживает в южном полушарии. Так вот, мужчина потратил 900 часов своей жизни, чтобы создать камрюху из деталей конструктора. Это в 40 раз больше, чем Тойота тратит на производство настоящей машины. Весит собранная из Лего Тойота 2 тонны, на 400 кг больше реального автомобиля. Копия также имеет ряд интересных особенностей. У неё рабочая светотехника и присутствует полный набор логотипов и надписей, включая шильдик-гибрид на крышке багажника. Однако в мире были проекты машин из Лего и посложнее. Макларен Сенна произведено всего 500 штук, и все они уже давно распроданы, однако этот экземпляр не пойдёт в продажу. Это полная копия гиперкара, собранная из кубиков конструктора Лего. Забавно также то, что она на 500 кг тяжелее оригинальной модели. А это в ней нет ещё двигателя и деталей подвески. Полноразмерная модель купе имеет открывающиеся двери и проработанный салон, в котором сиденье водителя, руль и педали взяты от настоящего автомобиля. Нажатие на кнопку запуска двигателя активирует аудиозапись рёва мотора V8 от реального Макларен Сенна. Игрушка получила работающие фары, мультимедиа, колёса и покрышки от настоящего суперкара, но при этом тормозные диски и суппорта сделаны из Лего. От разработки проекта до появления готовой модели было потрачено 4935 человеко-часов работы. Сама же сборка из почти полумиллиона кубиков потребовала 2725 человеко-часов труда 10 специалистов. Для сравнения, на сборку реального Макларен Сенна уходит 300 человеко-часов. Макларен намерен использовать модель в своих промо-мероприятиях по всему миру. А ещё Макларен Сенна из Лего оказался намного сложнее, чем модель 720С, о котором я рассказывал в прошлом ролике о Лего автомобилях. На ту модель потребовалось чуть ли не в два раза меньше элементов конструктора, поскольку салон там не прорабатывался, а вместо стёкол использовались серые непрозрачные детали. Перед тем, как я представлю следующее творение, прошу вас не строчить в комментариях, что сделать бумажный самолётик руками гораздо быстрее и проще. Просто полюбуйтесь на этот невероятный механизм. Мастер по созданию неординарных моделей из Лего Артур Сацик создал машину, которая сама складывает из листа бумаги самолётик, а затем запускает его. За пять дней инженер создал Лего-фабрику по производству бумажных самолётиков из цельного куска бумаги. После того, как лист проходит необходимая стадия метаморфоз, специальный механизм запускает его в воздух уже в виде готового самолётика. Заказ на создание такого устройства Артур получил от агентства Elevation Digital Media, которое занималось съёмкой рекламного ролика для компании Arrow Electronics. Для этого оригинального механизма любитель Лего, известный под ником, который вы видите на экране, использовал два микроконтроллера из набора NXT, пять сервоприводов, десять электродвигателей постоянного тока, пневматику, инфракрасные фотоэлементы и много терпения. Зато теперь, чтобы создать бумажный самолётик достаточно просто загрузить в машину лист бумаги формата А4 и нажать кнопку. Мне бы в школе в своё время такой конструктор уж явно не был бы лишним. В 1901 году на затонувшем древнегреческом судне нашли странный механизм. До последнего времени его предназначение и способ работы оставались загадкой. Лишь в 2006 году после обработки артефакта методами компьютерной томографии учёные смогли прочитать надписи и понять, как работает это устройство. Это уникальная система Шестерен с передаточным соотношением 254 к 19, которая моделирует движения Солнца и Луны относительно неподвижных звёзд. Для 150 года до нашей эры устройство оказалось невероятно сложным и технологичным, намного опередившим своё время. Однако в 2010 году инженер из Эппл Эндрю Кэролл с помощью конструктора Лего создал аналог сложнейшего антикетерского механизма. Как и древнегреческий механический компьютер, копия из Лего способна с высокой точностью предсказывать лунное и солнечное затмение. Для проекта Эндрю использовал полторы тысячи деталей Лего Техник, работа заняла 30 дней. Пожалуй, Лего – самая полезная для детей, да и не только игрушка. Эти конструкторы – настоящую учебник механики. Притом, в их арсенале есть варианты для любого возраста. А заказать некоторые из них можно на Алиэкспресс, ссылки на пару моделей я оставил в описании. Чего стоит Лего Техник, из которого построено большинство моделей сегодняшнего ролика? Рычаги и шестерни, цепные и карданные передачи, двигатели и мосты. Играя, можно узнать об окружающем мире не меньше, чем из учебников по физике. Ставьте лайк под этим видео, если оно тебе понравилось, и подписывайся на наш канал. Впереди еще много интересного и удивительного. До встречи в следующих выпусках.